Обеспечение качества и доступности медицинской помощи – одна из наиболее важных и наиболее сложно решаемых проблем здравоохранения. По определению Всемирной организации здравоохранения, гарантией качества медицинской помощи является обеспечение каждому больному того комплекса диагностической и терапевтической помощи, которая привела бы к оптимальным для здоровья этого пациента результатам в соответствии с уровнем медицинской науки. По приказу министра здравоохранения Республики Адыгея возобновляется кураторство над районными больницами на всей территории Республики. Результатом этого должно стать уменьшение числа заболеваний, связанных с риском для жизни. Это такие, как инфаркт, инсульт и другие. В рамках этой программы 12 декабря Ходзинскую амбулаторию посетили врачи из Республиканской больницы. Прибыли следующие специалисты – кардиолог, окулист, хирург, лор, невролог. В приказе министра, в связи с тем, что возобновляется по новое кураторство над районами, и над каждым районом будет закреплен определенный куратор, который в конечном итоге все это сводится к контролю за оказанием медицинской помощи населению района для того, чтобы уменьшить и достичь определенных целей с целью уменьшения заболеваемости, и в частности заболевания церебровоскулярной системы. Это инфаркты, инсульты. Вот с этой целью мы приезжаем, помогаем здесь, в районах, на местах, проводим осмотры. И когда выявляем пациентов, которые, допустим, не только невролог, но и другие специальности, и выявляет ситуацию, когда нужно будет оказать уже более, так скажем, специализированную помощь в условиях Республиканской больницы. Вот буквально мы недавно были в Кашхабле, и даже коллеги, которые со мной были, нашли пациентов, которым требуется оперативное вмешательство, и были уже одну пациентку даже направили сразу после осмотра в наш центр. Вместе со мной приехал ли хирург, дальше кардиолог, отоларинголог, от окулист. Все они ведут консультацию и отбор пациентов, которые будут нуждаться и в плановом, допустим, оперативном лечении, или же в оказании какой-то консультативной помощи людей, страдающих хроническими заболеваниями. Вот, в частности, по неврологии есть пациенты, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, которые, они эти заболевания глубоко инвалидизируют, и их, возможно, при обострении заболевания не все же, они попадают в стационар, значит, дать какие-то рекомендации по улучшению состояния, назначить и при необходимости плановую госпитализацию в наше отделение, я имею в виду республиканскую больницу, в неврологическое отделение. В таком направлении поставлена задача, которую мы будем осуществлять. С 1976 года Аслан Вакажев работает неврологом в республиканской больнице. Более 25 лет возглавлял неврологическое отделение. Он считает, что подобные кураторские поездки, несомненно, принесут пользу здоровью населения. На ваш взгляд, такие выезды будут приносить пользу? Я думаю, в конечном итоге да. Это мое личное мнение, что будет приносить, но лучше, наверное, у населения спросить. Население, наверное, будет говорить о том, что они получили такую консультативную помощь, в котором выяснили для себя интересующие вопросы, тактики лечения, как дальше быть. Но все это направлено с целью профилактики заболевания. Как проводится население на местах? Не всегда же население имеет возможность получить консультативную помощь врачебную. И дело в том, что и население не всегда относится к своему состоянию с пониманием, что при возникающих каких-то жалобах, особенно это и связано с церебровоскулярной патологией, надо в первую очередь обращаться за медицинской помощью. Иногда к нам доставляют пациентов с инсультами достаточно отдаленное время от начала заболевания. Нам необходимо, чтобы они поступали в ранние часы, в ранние сроки, чтобы у нас была возможность оказать экстренную медицинскую помощь и дать возможность восстановиться. С 2015 года у нас больница открылся в сосудистый центр и в частности для лечения больных с инсультами. Поэтому все пациенты, у которых или заподозрен, или выставлен диагноз инсульт, они все госпитализируются к нам, в республиканскую больницу, в неврологическое отделение. Количество желающих проверить состояние своего здоровья, а также получить высококвалифицированную помощь было немалое. По предположениям Асланова-Кажева, подобные выезды будут проходить, скорее всего, ижеквартально. Натуся Кучмезова, Сергей Лобынцев, Новоси Кашхабльского района.